Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Вчера вечером на сон грядущий я сняла коротенькое видео, пообещала, что обязательно сегодня продемонстрирую вам вот эту красоту. Но, друзья, я не успеваю. Сегодня у меня какой-то походный день, я бы сказала так. Мне два раза пришлось бегать в магазин Азон, и я так устала, что не могу уже себя приготовить. Да и уже вечер, освещение, да не то, что такой поздний вечер, но у нас сегодня пасмурно, и освещение не очень, а мне очень хочется красиво вам все это преподать. Так что я выполню свое обещание сегодня наполовину. Демонстрировать сегодня вот эту красоту я не буду на себе, но показать я вам это покажу. И потом расскажу, почему я бегала в магазин Азон, и о своих покупочках. Итак, друзья, юбка. Все-таки юбка победила. Вчера, прочитав ваши комментарии, многие, большинство, да и я на самом деле сама практически была уверена, ну, где-то на 80% вчера, что все-таки будет юбка. Вот. Так я и сделала. Ну, как бы, если вдруг я передумаю, то довязать вот здесь вот к этому пояску юбки вверх, это не так уж и сложно. Но у меня уже, друзья, нарисовались планы, и это будет комплект. Комплект. То есть будет смотреться и как платье, потому что сверху будет, ну, я не знаю, кофточка, топ, тоже связанный из этой же пряжи. Пряжи, кстати, кировский ирис высылала мне в подарок Галина Войта. Огромнейшее вам благодарю, Галина Яковлевна. Уже занавесочки висят на окнах. Тоже пряжа ирис тоже вы мне высылали. И вот теперь дошло, дошли руки до вот этой красивой сиреневой пряжи. Вот. У меня есть такого же цвета пряжа шелковый блеск. Причем этой пряжи у меня много. Смотрите, как красиво блестит. Это пряжа, которую уже не выпускают. Троицкая пряжа. Эх, жалко, очень жалко. Это стопроцентный леоцель. 400 метров в 100 граммах. Хороший метраж. Очень красивая пряжа. И посмотрите, какое стопроцентное попадание. Я, пока у меня не была собрана юбка. Я, ну, в общем, в виде палантина использовала это полотно. Филейным кружевом тоже смотрится просто великолепно. Вот и стал вырисовываться вот такой комплект. То есть будет юбка. Значит, пряжи, ирис у меня еще... Ну, на топ не точно хватит. Юбка, значит, весит у меня 350 грамм. А пряжи было всего 600 грамм. То есть, что получается, 250, да? 250 грамм пряжи вот этой ирис у меня еще есть. На топ за глаза хватит. Может быть, даже хватит и на топик с рукавчиком. В общем, не могу, да и не то, что не могу, не хочу даже сейчас рассказывать о своих планах. Стараюсь держать язык за зубами. Потому что, как правило, ну, расскажешь, и потом ничего не получается. Но это будет просто бомбический, очень красивый комплект. Что касаемо мастер-класса по этой юбке. Он есть уже. Мне нужно его только смонтировать. Вот сейчас я загружу это видео, пообщаюсь немножко с вами. И начну делать монтаж именно по вязанию уже этой юбки на базе вот этого узора. У меня уже купили один мастер-класс. Мастер-класс, так скажем, незаконченный. Но люди мне поверили. Я сказала, что у меня отснят мастер-класс по вязанию вот этой красивейшей юбки. Но мне нужно просто смонтировать видео и выложить на YouTube по закрытой ссылке. И человек поверил и купил у меня, так скажем, еще до конца не сделанный мастер-класс. Марусь, я понимаю, что ты очень любишь мои вязанные вещи. Да, я знаю, моя красавица. Но мне же надо рассказать моим подписчикам, зрителям-то. Надо показать, как вы любите все в кадр. Как же вы любите все в кадр. Так, дорогие, придется мне вас выгнать. Иначе вы тут будете сейчас мне позировать. И я не смогу показать и рассказать. Посмотрите, как красиво висит теперь другая сумочка. Тут их две уже у нас, у нашей Кармен. И я сейчас вам покажу, как эта сумочка будет вписываться в мой комплект, который, юбка от которого уже связана. Посмотрите, какая красота. А мастер-класс на эту сумочку тоже есть. Так что пишите, кому нужен мастер-класс по вязанию вот этой сумочки. Пишите на почту mon69inbox.ru И я вам после оплаты, конечно же, вышлю этот мастер-класс. Сумочка вязана из рафии. Вот, по-моему, фибра-натура. Или я эту шляпу распускала. Но голубая точно фибра-натура. Вот такая красивая сумочка. Так что вот уже потихонечку начинает вырастать у меня комплект. Вот эта кофточка, маечка, не знаю, как ее назвать. Вязалась, да, отдыхалочка. Найдете видео на канале. Так и называется. Майка-отдыхалка. В общем, я оставлю под видео ссылку на этот, я не знаю, там не мастер-класс. Здесь ничего сложного. Здесь обычные столбики с накидом. И сеточка пряжа Rose Garden. Турецкая пряжа. Высылал мне замечательный магазин Yarn21. Очень рекомендую этот магазин. И посмотрите, как хорошо вот эта сеточка, которая здесь присутствует, как хорошо она гармонирует вот с этой юбочкой. Отлично просто. Так что, друзья, один образ уже готов полностью. Но завтра я постараюсь все-таки показать это на себе. Вы уж простите меня, но я очень-очень устала. Значит, что хочу сказать. Если будете, если вам нужен вот этот мастер-класс, так и пишите мастер-класс по вязанию сумочки из рафии. Или просто сумочка из рафии. Чтобы я понимала, какая сумка вам нужна. У меня там еще есть мастер-классы по сумке. Ну, ладно, не буду сейчас все сюда, как говорится, мешать. Значит, юбка полностью двусторонняя. Я вот прям сейчас при вас ее выверну. И вы посмотрите, что абсолютно нет никакой разницы. Единственное, там чуть-чуть просто она отличается. Но это только знаю я. При связывании полотен между собой немножко отличается. Посмотрите, вот я ее вывернула. Никаких все ниточки, все кончики я попрятала. Вот такая замечательная красота. Вот. Значит, по длине юбка 75 сантиметров. Вот здесь полуобхват талии 42 сантиметра. Это значит обхват 84 сантиметра. И ширина юбки внизу. Естественно, полуобхват 80 сантиметров. Вот здесь по низу. Юбка где-то на размер 50-52. Но повторюсь, что в мастер-классе я рассказываю, как эту юбку можно вывязать на любой размер. Ну, практически на любой размер. Так что обращайтесь, поддержите меня. А я буду снимать для вас качественные мастер-классы. Кому это, конечно, нужно. Вот. Завтра постараюсь продемонстрировать. Так, выверну все-таки мне вот эта сторона. Вот здесь, где швы. Незаметное соединение. Вот вы видите, здесь немножечко шов, как будто выпуклый столбик. А с той стороны он внутри. Вот он, этот шов. Если это можно так сказать. Вот. Я думаю, что приобретя этот мастер-класс, у вас будет замечательная база. Вы научитесь незаметно сшивать полотно в филейной сетке. Ну, и много всяких тонкостей и нюансов, о которых я, конечно же, вам рассказываю. Так что вот такой образ уже готов. Чуть не забыла вам показать. Сегодня в Вайлберрис я получила вот такие бюстгальтеры бесшовные. Это не реклама. Это куплено за мои денежки. Один вот такой бежевый. Можно, в принципе, и его сюда. Но как-то хочется все-таки сиреневый. Я имею в виду, когда будет готов топ, чтобы верх можно было одевать. На фото вот этот мне казался все-таки более сиреневый. У вас на сейчас, вы видите, какой-то коричневый. Но не совсем коричневый такое. Что-то среднее между коричневый, бежевый, темно-бежевый. В общем, деньги небольшие. Здесь, кстати, в этом очень удобно. Здесь съемные чашечки можно достать. Вот. Не буду доставать, но вы поняли. Вот этот, по-моему, 245 рублей стоит. Вот этот что-то 300 с чем-то. Но деньги небольшие. Поэтому я забрала два. Не под это платье или юбку, или что это будет у меня комплект. Все равно пригодятся. Мне очень нравится вот бесшовное вот такое белье. Ничего нигде не давит. Ничего нигде не жмет. В общем, имейте в виду, что на вайберис можно что-то подобрать. Буду пасти. Может быть, найду, ну, в более подходящий, так скажем, цвет. А ну, давайте сейчас попробуем занести его туда. Посмотреть, как оно. Ну, вот так. Ну, в принципе, тоже, вы знаете, нормально смотрится. В глаза не бросается. Ну, в общем, нормально. Третий сорт не брак. Так что верх уже у меня есть под эту юбочку. Ну, а теперь давайте расскажу, почему же я два раза бегала в азон. Вот вы видите, в азоне появились вот такие колбы на старые керосиновые лампы. Вы помните, что эту лампу я нашла здесь в сарае в нашем при покупке дома. Она здесь была брошена. Я ее очистила. Немножко покрасила. Ну, естественно, стекла не было. Вот, долго я пасла эти лампы в плафоны на стекла, короче, на Вайлберис, на озоне, вот появились. Вот этот плафон подошел, эта колба. А я еще заказывала вот к этой летучей мыши колбу, к этой лампе. И она не подошла. Какие-то маленькие вот такие колбочки. Я как-то даже, мне ни к чему, что... Ну, я думала, лампа летучая мышь, они стандартные. Да, нифига подобного. Короче, вот сюда я посмотрела, диаметр низ-вверх совпало. А то, что она по высоте маленькая, я на это не обратила внимания. Ну, и вот пришлось мне бежать в Озон, сдавать эти две колбы, причем я заказала. 688 рублей за две колбы. Ну, жалко мне было их просто куда-то положить на полку. Вот, и я сдала эти колбы. А вот этот плафон подошел на вот эту лампу. Так что одна лампа керосиновая у меня уже полностью восстановлена. Ну, ничего. И на эту тоже, как же они меня выручали, прошлой весной, когда было холодно, и я, ну, всю эту теплицу парник обогревала вот этими вот двумя лампами. На обратном пути зашла в магазин. Я уже как-то его показывала. Там у нас возле почты есть очень хороший небольшой магазинчик. Я там всегда у них покупаю вот такую корейку. Ой, слюнки текут. 400. Ммм, вкуснятина. 440 рублей килограмм. Вот этот кусочек. Ну, я здесь уже немножко подъела. Сто двадцать пять рублей. Что еще я купила? У нас на рынке открылась новая палаточка. Там даже висят сейчас шарики. В общем, тысячи мелочей. Там, кроме тысячи мелочей, ну, как хозяйственный магазин, продается еще лук-севок. 250 рублей килограмм. Вот здесь кило сто. Ну, такой нормальненький. Я думаю, цена нормальная. В другом семенном он по 350. Так что, местные, знайте, что у нас открылся новый магазинчик. И там лук-севок дешевле. Еще понабирала здесь всяких семян. В общем, почти на больше, чем на 800 рублей. Сейчас расскажу. Вот это эскандер. Это вот те кабачки кустовые, которые в прошлом году так уродили, что я не знала, куда их девать. Очень хорошие. Даже не знаю, почем. Какие-то семена. Какие-то авторские. Это огурцы. Даже забыла название, друзья. Вот такую медовую дыню лакомка купила. Еще вот такую купила тоже. Симпатия. А это что? А элита, да? Дыня-ананас. Вот. Чуть попозже посажу. Ну, не в грунт буду сажать, а в горшочке, но чуть позже. И дочь мне сделала выговор. В том году мы не посадили ни зернышка кукурузы. Ну, не для скотины, так скажем, ее у нас нет. А так вот самим покушать, пока молодая. Ну, вот, купила тоже детское лакомство. Вот. Кукуруза, сахарная, медовая сказка. Еще купила настоящий полковник. Тоже что-то какой-то дорогой огурец, блин. А, нет. Вот этот директор по 110 рублей. Вот этот семена директор. Ну, в общем, все гибриды, я так понимаю. Видите, их один. Ну, кроме, наверное, кукурузы. Это я вот купила уже, когда возвращалась домой. А еще вот в том магазине, в котором покупала вот этот вот лук, здесь тоже набрала кучу всяких семян. Видите, цены по 13 рублей. Вообще прям морковка вот 13 рублей. Побольше взяла. В том году так тяжело она сходила. Вот еще какая-то морковка вообще по 10 рублей. Так много там, посмотрите, сколько. Шантене. О, кабачок еще вот такой 19 рублей. Попробую. Пинзу купила. И еще что-то. А, капусту. И еще, друзья, сегодня посадила кота овес. Вот такую травку. Иду через центр, там магазин для зоокорма, остров называется. Смотрю, у них на подоконнике стоит вот такая зеленая травка. Я такая радостная, думаю, куплю сейчас. Ага. Говорит, не продается она у нас. Я это для наших животных. Ну, у них там хомячки всякие, крыски продаются живые. И они, наверное, кормят этой травой. Это мы, говорит, выращиваем сами для своих животных. Говорит, посейте и у вас будет. Да, я давно собиралась. Но вот, наконец-то, дошли руки. Посеяла нашим котам. Он 24 рубля стоит. Ну, в той комнате с камином оставила. Уже не пойду. Нашла такой лоточек из-под пирожина. И посеяла туда котам травку. Ой, ну, как же красиво лампа эта. Вот сейчас все темнее и темнее. А, еще в пятерке, друзья, купила. Сейчас покажу. Для заправки вот этой лампы. Вот такое средство для розжига. В прошлом году я уже это проверяла. Оно на парафиновой основе. Очень хорошо. Посмотрите, она вот не дымит. Никакого запаха. Ничего нет. Когда я в прошлом году рассказывала об этой своей находке, что вот можно заправлять керосиновую лампу. Мне там много было всяких советов. И авиационный бензин. Ни в коем случае, друзья, авиационный бензин нельзя применять. Вы сожжете дом себе, да, и сами можете погибнуть. И лампадное масло. Вот насчет лампадного масла не знаю, но слышала, что оно очень дорогое. И зачем я буду себе забивать голову? Вот купила 99 рублей. Три штуки купила, мне хватит. Это я уже готовлюсь. Если вдруг будут заморозки, чтобы опять эти ставить керосиновые лампы в теплицу. Я их ставлю в старые эмалированные ведра. Ведро нагревается, и она целую ночь горит. Вот эта лампа и вот та летучая мышь. И даже вот я наливаю полную, да, вот эту вот емкость в лампе. И она не сгорает даже до утра. Очень хорошая находка, идея, ну, как согреть растение, если вдруг заморозки. Так что вот покупайте для розжига вот эту вот жидкость. Я говорю, вот сейчас здесь именно эта жидкость. Кстати, покупала я как-то подешевле, по 30 чем-то рублей в светофоре. Бутылка ушла, мы не смогли разжечь костер для шашлыков. Это вот то, что в светофоре я покупала. Больше экспериментов таких не будет. Тут я знаю, что вот 100 рублей я отдала. Но я знаю, что это средство проверено, и лампа моя будет гореть. Так что имейте в виду, может быть, кто только что присоединился, подписался на мой канал, что вот для керосиновых ламп я использую вот такое средство, жидкость для розжига. Мне там писали очень много всяких комментариев, что это не работает, что это опасно. Не знаю, не навязываю свое мнение. Вот за что купила, за то продаю. Вот, говорит, перед вами лампа. Можно здесь, кстати, сделать меньше огонь, вот больше сделать. Смотрите, какая красота. Меньше сделать. Все хорошо проходит. Так, что еще купила? Наконец-то пополнила. Яблочки, кстати, по 62 рубля в магните. Ох и вкусненькие. В пятерке покупала, сварила компот. Невкусные, вообще никакущие. А вот бананы дорогие, по 129 рублей. Что в магните, что в пятерке. Так что вот такие, мои друзья, покупочки. Завтра, уже боюсь обещать, друзья, я постараюсь завтра показать вязаную красоту на себе. Сейчас пойду смонтирую мастер-класс уже, чтобы был полный и узор, и юбка. И уже можете обращаться ко мне на почту moon69inbox.ru Ну, а я буду с вами прощаться. Сегодня какое у нас уже сегодня число? Сегодня уже 20 марта. Как быстро летит время. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.